17-й международный открытый фестиваль студенческих фильмов объявляю открытым! Разбить тарелку с подписями всей съемочной группы перед началом работы над постановкой, пожалуй, главная кинематографическая традиция. Из года в год и фестиваль студенческих фильмов «Петер Кит» в Институте кино и телевидения открывается именно так. В 2018-м старейшему киновуду России исполнится 100 лет и 110 лет первому фильму в истории отечественного кинематографа «Понизовая вольница». Он и определил стилистику открытия фестиваля. Танцоры в национальных костюмах, упряжка лошадей и даже бурый медведь встретили гостей на, не удивляйтесь, заснеженном корыльце института. Это драйв в первую очередь, потому что самые креативные вещи, о чем ребята думали, чему учились, они все воплощают в фильмах. Фестиваль – это прежде всего место встречи самых разных кинематографистов молодых из самых разных стран, обмен опытом. Изначально «Питер Кит» – это своеобразный экзамен для студентов, проба пера, проверка дебютного фильма на благодарном и лояльном зрителе. В общем, часть учебной программы. В предыдущие годы в конкурсе могли участвовать только студенты Института кино и телевидения. С 2017-го фестиваль открыт для всех. Из 335 заявок, поступивших от студентов из 75 киношкол, отобрали 98 лучших. Они и поборются за звание «Китов» молодого кинематографа. Пока мы еще молоды, у нас нет какого-то негативного опыта, и мы можем иметь смелость. Мы можем работать в разных жанрах, то есть это комедия, трагедия, трагикомедия, все что угодно. Главное, чтобы мы говорили то, что мы сами знаем и то, что нас волнует действительно. На фестивале прошлого года приз за лучшую режиссуру игрового кино не был вручен. Достойных картин не оказалось. Однако жюри отметила рост качества анимации и документалистики. Ожидания в преддверии просмотра новой программы звучат более позитивно. Мне кажется, сейчас растет такое поколение, которое очень нуждается в правде. И выигрывают те, кто не переступая всякие законы, барьеры, они все-таки честно говорят о том, что они видят. Молодое поколение стало жестче, но я вижу, как они относятся друг к другу. И мне очень нравится это. Они ждут от собеседника, от друга правды и сочувствия. И, конечно, молодые режиссеры ждут своего зрителя. Увидеть их первые шаги можно на Бухарестской 22 до конца недели. Вход на все конкурсные показы абсолютно бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин